Несанкционированные свалки и самовольный сброс отходов в водоемы – проблема больших городов. В Самаре с недавних пор нарушителей практически ловят за руку. Во многих местах, куда незаконно любили привозить мусор, установили камеру видеонаблюдения. В борьбе за звание самого экологичного города 2014 года Самара уступила лишь Чапаевску. Диплом за почетное второе место – результат кропотливого труда, в том числе и сотрудников Департамента благоустройства и экологии. Наиболее актуальная проблема – это деятельность по обращению с отходами. У нас происходит постоянный ремонт контейнерного парка, контейнерных площадок. Ежегодно выделяется серьезная финансия на это мероприятие. У нас организован сбор водоохранных зон Саратовского водохранилища и малых рек, которые расположены в черте города. Природа не привыкла роптать, а на день за днем стоически терпит эксперименты человечества и ищет возможности восстановления. Наша святая обязанность – помочь ей, уверен, заслуженный эколог Самарской области Андрей Васильев. Эту награду профессор получил в честь Дня эколога – профессионального праздника всех защитников природы, специалистов по охране окружающей среды и простых людей, которым не все равно, кто готов любить и беречь природу. И тетя Маша тоже эколог, ведь она дышит воздухом, она, ну, как, отходы она выносит, да. Поэтому хочет человек, не хочет, он вообще-то любой, как бы, соприкасается с экологией. Но если говорить о профессиональном экологе, то, ну, пожалуй, это какое-то обостренное чувство, вот, что надо защитить окружающую среду. Уже 16 лет в Самаре награждают лучшие города, районы, организации, школы и даже детские сады, которые активно трудятся над созданием благоприятной экологической среды. Ежегодно список участников конкурса увеличивается. В 2014 году было прислано 350 заявок. Марьяна Мирна, Артем Сулайманов, События.